Впадая с полости рта, со слюной через пищевод в желудок, она вызывает воспаление. Ну, воспаление, понятно, да? Где живет, там и вредит. Воспаление сопровождается отеком слизистой. И в переходе, где пищевод впадает в желудок, есть такой кардиальный жомок. Такая кольцевая мышца, которая сокращается, перекрывает. Если этот жомок, слизистая его опухла, то он не может герметично сомкнуться. Вот пальчик, когда опушил, он так вот не сгибается, да? Все понимаете? И кардиальный жомок тоже не может. Остается в центре небольшое отверстие, через которое содержимое желудка попадает в пищевод при наклонах. Ну, различные пути. А слизистая пищевода муцином не покрыта. То есть, там нет защитной слизи. И возникает химический, ну, ожог, можно сказать. Небольшой, но ожог. Который ощущается, как изжога. Так вот, чтобы не было изжоги, нужно не гевискон глотать, а нужно устранить отек, чтобы закрылся жом. А чтобы отек устранить, нужно устранить инфекцию. То есть, убить ротовую трихомонаду. Проще всего, знаете, как с ней бороться? Антибиотики на ней не действуют. Трихопол на нее практически не действует. Она отличается по строению от вагинальной трихомонады. Лучше всего на ротовую трихомонаду действует крепкий раствор соли. Пишите. Берете чайную ложку с горкой соли. Любой природной. Хоть морская соль, там, хоть вот с Крыма какую-то розовую возят. С соленых озер можно брать с Мертвого моря. Растворяете в стакане воды и полощите полость рта и горла по минуте раза в 4 в день. Можно чаще. Что происходит? Соль тянет на себя воду по градиенту осматического давления. Вода из цитоплазмы трихомонады. То есть высасывается вода из этой трихомонады. Трихомонада сморщивается, как огурцы в банке. И дохнет. То есть она без воды тоже жить не может. Все просто. И защититься от этого невозможно. Даже эволюционно за миллионы лет ничего трихомонада не придумала. Например, от радиации она защищается легко. Они жили в те времена, когда людей не было. Радиация на земле раз в 10 выше была. Понятно как? До выздоровления. Но вообще, когда прошли вот эти острые явления. Вы знаете, парадонтоз. А чего думаете парадонтоз бывает? От того же. Вы ходите к стоматологам, они придумали там какую-то иезуитскую совершенно процедуру. В тесно колет витамин С. Ужас. Это больно. И малоэффективно. Убейте трихомонаду, десны сами заживут. Ну, плюс наши добавки еще. Понятно. Ну, а как без этого? Надо подпитать организм обязательно. Десна почему садятся? Калаген не восстанавливается. Вот он, пожалуйста, наш препарат. Препарат хондролюкс. Кто-то пробовал уже новый препарат хондролюкс? А у нас IT есть. Везде. Включая кожу. И чтобы у вас, милые дамы, меньше формировались морщины, он тоже нужен. Так что... Итак, значит рот пополам.